МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа Итоги на ТВ-3. Меня зовут Владимир Уданянц. Добрый вечер. И в начале коротко о главных событиях сегодняшнего дня. Новые назначения глава правительства Грузии озвучил имена руководителей шести министерств. Восставший из ада гроза Ближнего Востока рыжий генерал Новый Бен Ладен, один из вдохновителей исламского государства, Ирака и Леванта, выходец из Грузии. Евросоюз согласовал расширенный пакет санкций против России. Ограничения коснутся целых секторов российской экономики. Новые назначения в Кабмине не заставили себя долго ждать. Сегодня премьер-министр Грузии озвучил имена новых руководителей шести ведомств. Неизвестным остается лишь личность того, кто возглавит Министерство культуры. Иракли Гарибашвили пообещал общественности определиться до завтра и отправить полный список нового состава правительства президенту страны на рассмотрение. Подробности в нашем сюжете. Иракли Гарибашвили сегодня был немногословен. На экстренном брифинге он ограничился лишь краткой биографией каждого нового министра и двумя словами прокомментировал заявление оппозиции. Других вопросов от пресса дожидаться не стал и спешно покинул трибуну. Я не собираюсь сделать заявление по поводу абсурдных и необоснованных обвинений меньшинства. Наша правительство очень эффективное изменение призвано сделать его еще лучше. Если существовали какие-то проблемы и неполадки в определенных ведомствах, мы их исправим. Вот список лиц, которые, по мнению Иракли Гарибашвили, смогут решить проблемы и с новыми силами приступят к исполнению возложенных на них обязанностей. На пост министра по вопросам исполнения наказаний и пробаций представлен Георгий Гебришвили, министра сельского хозяйства Утар Данелия, министра регионального развития инфраструктуры Давид Шавлиишвили, госминистра по вопросам диаспоры Гела Думбадзе. Ведомство по делам вынужденно перемещенных лиц возглавится Узар Субари, а Министерство по охране окружающей среды – Элгуджа Хукришвили. Теперь обновленный список Кабмина будет направлен президенту страны, которую, в свою очередь, должен поставить на повестку дня в парламент в вопрос о доверии. В случае, если высший законодательный орган объявит о том доверие, назначения Гарибашвили останутся в силе. О серьезных кадровых перестановках премьер-министр Грузии объявил накануне утром и освободил от занимаемых должностей 7 из 19 министров. В парламентском меньшинстве отметили – должности потеряли те, у кого не было покровителя, а ведомства действительно нуждающиеся в преобразовании остаются при своих прежних руководителях. Между тем, Гарибашвили пообещал – все бывшие министры продолжат служить на благо Отечеству в составе правящей коалиции. Я в определенном смысле позавидовала некоторым моим коллегам, которые уже не являются министрами, так как у них будет возможность отдохнуть в августе. Если у них будет желание, то вскоре мы увидим их на других ответственных должностях. С моей стороны неудобно давать оценку решениям премьер-министра. Эти люди – часть нашей команды. Они провели большую работу в очень трудный период. Я всех их очень ценю. Тем временем наблюдатели комментируют изменения в Кабмине. Они уверены – вот им доверие объявлен будет. Он выражается простым большинством голосов списочного состава депутатов парламента. Всего в законодательном органе Грузии 150 депутатов. А значит, 76 голосов вполне достаточно. При этом эксперты добавляют, с учетом сегодняшних политических реалий, сомнений нет. Избранники Гарибашвили будут поддержаны парламентом. Хатуна Конджария, Георгий Самушия. Итоги ТВ-3. Министр финансов прежнего правительства получал 27 тысяч ларий в месяц, а нынешний получает 5 тысяч ларий. Об этом заявил глава Минфина Грузии Нудар Хадури на сегодняшней встрече с парламентским меньшинством. На встрече, которая имела место взаимное обвинение и словесное противостояние, был поднят вопрос о выданных высокопоставленным чиновникам премиях и их зарплатах. Оппозиционный депутат Ирмана Дирашвили попросила Хадури пояснить, насколько было этичным то, что в условиях 700 миллионов дефицита бюджета госаппарату было выдано в виде зарплаты премий на 7 миллионов больше, чем предполагалось по плану. Нудар Хадури, опроверг эту информацию, заявил, что премии сокращены на 11 миллионов лари. Бюрократический аппарат взял на 7 миллионов лари больше, чем то было предусмотрено по плану. Эта сумма пошла на зарплаты и премии. Премии на 11 миллионов лари меньше, чем в 2012 году. Добавка на 38 миллионов лари меньше. Госпожа Ирма, когда мы говорим о том, что аморально брать премии, когда член вашей семьи, будучи сотрудником публичной службы, получал премию в 10 тысяч лари, это не было аморально? Полтора миллиарда лари, которые потеряла экономика. Приблизительно 600-700 миллионов лари, которых лишился бюджет. Полтора миллиарда резервов и миллиард 600 миллионов долга, которые вы берете в текущем году. Этого достаточно для того, чтобы вы, Нудар Хадури, взяли на себя ответственность и подали в отставку. Правительство Грузии и лично министр финансов, разумеется, отвечает за все, что происходит в этих сферах. В том числе за то, что у людей не конфискуют собственность, за то, что повышены пенсии. Я, конечно же, недоволен. Есть проблемы, о которых мы все хорошо знаем. Мы работаем над решением этих проблем, но при этом мы должны признать, что очень многое сделано. Глава агентства по управлению имуществом мэрии Тбилиси привлечен к уголовной ответственности. Следствие в отношении Давида Чедея ведется по статье 332 часть 1 Уголовного кодекса Грузии, что предусматривает лишение свободы сроком до трех лет. По информации Следственной службы Министерства финансов Грузии, Давид Чедея работал на должности начальника агентства по управлению имуществом с 2011 года. В его обязанности входило рассмотрение вопросов, связанных с приватизацией и распоряжением, принадлежащим городу Тбилиси, недвижимым имуществом. А также вынесение соответствующих проектов на заседание правительства Тбилиси. По данным следствия, Давид Чедея принял участие в коррупционной схеме и за взятку содействовал снятию с одного из предприятий выплаты крупной неустойки, чем нанес ущерб интересам государства. Следственная служба Министерства финансов Грузии возбудила уголовное дело в отношении главы агентства управления собственностью столичной мэрии Давида Чедея по факту превышения служебных полномочий. 25 апреля 2014 года тбилисские власти на основе поручения Давида Чедея приняли решение освободить ООО «Гудауриский резорт» от выплаты неустойки, что существенно нарушило интересы государства. Западные эксперты будут консультировать прокуратуру Грузии. Иностранные специалисты прибыли в Тбилиси по приглашению главного прокурора Георгия Бадашвили. Гости являются бывшими высокопоставленными прокурорами США, Израиля и Югославии. Вместе с этим они вели громкие дела бывших государственных чиновников и активно участвовали в деятельности международных трибуналов. Следует отметить, что консультанты в первую очередь займутся делами против бывших руководителей Грузии, оказавшихся за решеткой за последний год. Главная прокуратура планирует укомплектовать из приглашенных специалистов группу консультантов, чтобы максимально был учтен их опыт и рекомендации. Это важно для повышения международных стандартов, расследования дел бывших высокопоставленных чиновников и прозрачности процесса. Все это способствует переходу прокуратуры на новую, более высокую ступень развития. Комитет парламента Грузии по интеграции с Европой и Комитета по европейским делам парламентов стран Вышеградской группы на проходящей в Батуми международной конференции под названием «Следующие шаги Грузии к Евросоюзу». Парламентский опыт государств членов Вышеградской группы приняли совместное заявление. В нем, в частности, отмечено значение осуществленных Грузии реформ для дальнейшего развития страны и сотрудничества между парламентом Грузии и парламентами стран Вышеградской группы. Отписавшие заявления стороны поддерживают проведение регулярных ежегодных встреч с целью повышения интенсивности диалога и рассмотрения вопросов, представляющих общий интерес. Особое внимание в заявлении уделено вопросу либерализации визово-режима между странами ЕС и Грузии. Принял участие в конференции и Алексей Петриашвили. Должно проявить принципиальность и учесть те вызовы, которые ставят перед свободными демократическими странами Грузии, Молдовой и Украиной. Председатель парламента Грузии посетит Израиль с однодневным визитом. С трибуны КНЕС это Давид Усупашвили обратится с приветственным словом к израильским парламентариям и гражданам. В рамках поездки Усупашвили встретится со своим коллегой Юлием Эдельштейном и руководителем группы израильско-грузинской дружбы Аврахамом Микаэлем. Состоится также его встреча с новоизбранным президентом Израилем Ревеном Ревлином, председателем комитета по внешним связям КНЕСЭТа Зеевом Элькиным и лидером оппозиции Исааком Херцегом. После официальных встреч председатель парламента Грузии возложит венок к мемориалу жертвам Холокоста в Иерусалиме. В связи с инцидентом около армянской церкви Сурпаджимятин в Тбилиси посольство Армении в Грузии направило ноту Министерству иностранных дел страны. Об этом заявил посол Армении в Грузии Юрий Варданян. МВД страны расследует инцидент по статье «Избиение», а представители армянской епархии требуют, чтобы дело расследовали как преступление на почве этнической религиозной ненависти. Прокомментировал ситуацию народный защитник Грузии Учанануашвили. Это дело должно быть переквалифицировано. СМИ распространили информацию о том, что расследование проходит по статье 125 Уголовного кодекса Грузии «Нанесение телесных повреждений». Хотя после опросов, проведенных представителями Офиса народного защитника Грузии, изучения видеоматериала, зафиксировавшего инцидент, подтверждается, что может иметь место хулиганство – организация группового насилия, причинения вреда здоровью. Вместе с тем, правоохранительные органы Грузии должны досконально и детально расследовать все обстоятельства дела, в том числе и те, которые могут указывать на совершение преступления на этнической почве. С осуждением инцидента, произошедшего в армянской церкви в Тбилиси, выступила Патриархия Грузии. Как говорится в специальном заявлении, 22 июля сего года в Патриархии Грузии состоялась встреча председателя отделения по иностранным делам Патриархии, митрополита Зугдитского и Цаишского Герасима, с епископом Армянской апостольской церкви Вазгеном Мирзаханяном. Встреча касалась факта, произошедшего 20 июля у армянской церкви в Тбилиси. Стороны отметили, что это противостояние возникло на бытовой почве и не носит религиозный или этнический характер, что разделяет представители почти всех неправительственных и правозащитных организаций. Однако есть и некоторые лица, делающие неверные и безответственные заявления, что вызывает сожаление. Грузинская церковь осуждает упомянутые инциденты, призывает участников противостояния к спокойствию. Вместе с тем, грузинская церковь, как всегда, постарается содействовать урегулированию проблем и мирному сожительству представителей существующих в стране религиозных направлений, говорится в заявлении Патриархии Грузии. И к другим темам. Восставшие из ада гроза Ближнего Востока. Рыжий генерал, новый Бен Ладен. Его называют по-разному. Впрочем, и сегодня не все знают, что джихадисты известны на Ближнем Востоке под именем Умар Ашишани. Один из вдохновителей исламского государства Ирака и Леванта выходец из Грузии. Долгое время члены семьи, главаря экстремистов, предпочитали молчать о своем мятежном родственнике. Впрочем, нашей съемочной группе удалось отыскать дом, в котором родился и вырос тот, кого сейчас боятся и на Востоке, и на Западе. Здесь нет ничего. Ни один из односельчан рыжего генерала не проводит вас к его дому. А главарей сирийских повстанцев здесь, в селе Беркиане, Панкийского ущелья, откуда он родом, принято молчать. В Панкийском ущелье практически не найти человека, который бы не знал Умара Ашишани. Правда, здесь он известен под именем Тархан Батирашвили. Еще пару лет назад здесь мало кто мог предположить, что их сосед, православный кистенец, возглавит радикальное исламистское движение и тем самым прославится на весь мир. Пожалуй, единственный, кто не избегает разговоров о рыжем генерале, это 72-летний Таймурас Батирашвили, его отец. Сегодня он знает о своем сыне не больше, чем равнодушные сторонние наблюдатели. Мы не можем контактировать с ним, потому что в Аль-Каиде знают, кто такой рыжий генерал. Таймурас Батирашвили теперь узнает новости о сыне или, как его именует западная пресса, восходящая звезда Аль-Каиды, исключительно из газет. В доме того, о ком уже слагают легенды, нет даже телевизора. Именно нищета, говорит Таймурас, заставила Тархана покинуть родину. И не только нищета. Мы были голодными, нам и сейчас тяжело. Он сказал, отец – это мой последний оклад. Он отправился в Турцию, закупил спальные мешки, обувь. Хотел продать здесь, чтобы заработать деньги на хлеб. Но однажды ночью пришли какие-то люди и все вынесли. Даже компьютер. Я спросил, куда вы носите его вещи. Они ответили, мы вернем, когда Тархан приедет. Но никто ничего не вернул. Еще несколько лет назад Тархан Батирашвили состоял на службе в грузинской армии. Работал в разведке Министерства обороны. Прошел войну 2008 года. Военная карьера Тархану, казалось, была обеспечена. Но в жизни солдата, патриота своей стороны, как говорит его отец, настали не лучшие времена. Вон там, у лестницы стояла тахта. Пришли однажды полицейские, вытащили оттуда кордонную коробку, полную патронов. И спрашивают, откуда это у вас? Я говорю, если бы это было моим, вы думаете, я бы это хранил здесь? На следующий день Тархана задержали. Когда он вышел из тюрьмы, он мне сказал, отец, я в этой стране уже никому не нужен. И он уехал. Последний разговор с сыном был коротким. Тархан сообщил отцу, что женился и уже растит дочь. Телефон и звонок оборвался, как только Теймурас сообщил сыну, что вновь исповедует христианство. Веру, которой до некоторых пор следовал и сам Тархан. Ливан Амиридзе – один из немногих товарищей Тархана Батирашвили, с которым рыжий генерал до сих пор поддерживает связь. Солдаты познакомились на службе и практически одновременно попали в тюрьму. В одну и ту же. Ливан Амиридзе – один из тех, кого прежние грузинские власти объявили организатором нашумевшего мятежа в танковом батальоне Мухрувани. Спецоперация по поимке так называемых инициаторов бунта тогда завершилась для Ливана восемью огнестрельными ранениями. Но он чудом выжил. Пока последний отбывал срок, вышедший к этому времени на свободу Тархан Батирашвили поддерживал его семью. С благодарностью вспоминает Амиридзе. Он был хорошим военным, хорошим добросовестным человеком и профессионалом своего дела. Я думаю, его задержание, так же, как и мое, было демонстративным шагом, карательным жестом. Дескать, мы все контролируем. Вы знаете, что Панкистское ущелье всегда считалось неприступной крепостью, а Тархан Батирашвили был авторитетной личностью. Между прочим, те, кто сфабриковали дело Тархана, сейчас сидят в тюрьме. Они обрекли невинного человека, буквально разрушили ему жизнь. Тархан – не единственный житель Панкистии, отправившийся воевать в Сирию. Сайхан Музаев, уже хорошо известный в Грузии как чеченец, которому запрещено покидать пределы страны из-за неаргументированных разногласий с властями, говорить о которых последние не желают. Считает, что радикальный ислам, в который обращаются большинство молодых жителей ущелья, далеко не вдохновитель тех, кто отправляется в Сирию. Если мы послушаем ученых исламских, они это большинство или почти подавлять большинство не поддерживают. Именно так вести войну, непонятно с кем, непонятно за что, когда есть явный враг, оставлять его делиться, разобщать. Даже те ребята, которые поехали из числа, чеченцев, панкистов, кистинцев и других, они там разделились на несколько лагерей. Не только на один, на несколько лагерей. Я вот не пойму, зачем это надо, оставить главную цель и разделиться по каким-то там. Особенно удивляет, они объявили халифат и те территории, которые им даже не принадлежат. Жители панкистского ущелья, как правило, не осуждают, но и не оправдывают тех, кто едет воевать в Сирию. А таких немало. Вести о погибших в ближневосточной стране чеченцах приходят часто, говорит Тимурас Батирашвили. Жители панкистского ущелья продолжают уезжать туда, где орудует рыжий генерал. Его отец почти потерял надежду, что когда-нибудь увидит сына джихадиста. Ведь его миссия посмертна. Софета Традзе, Александр Габелия, Георгий Самушия, Итоги ТВ3. Ну а тем временем боевики группировки «Исламский халифат», преемницы исламского государства Ирака и Леванта, сожгли в городе Масул на севере Ирака ассирийскую церковь третьего века. На прошлой неделе джихадисты поставили местным христианам ультиматум. Либо они должны принять ислам, либо выплачивать джизю, налог для неверных, либо покинуть город. Если ни одно из требований выполнено не будет, христиан ждет казнь. Впрочем, не дожидаясь истечения срока ультиматума, последователи учения Иисуса покинули масон. Ранее в интернете появился ролик, на котором исламисты разрушают другую святыню города, гробницу библейского пророка Ионы. На кадрах видно, как мужчина кувалдой крушит надгробие. Пятнадцатый день нерушимой скалы. Армия обороны Израиля продолжает операцию в секторе Газы. Стороны несут потери. В столкновениях погибли около трех десятков солдат и офицеров Цахала. Число жертв с палестинской стороны идет на сотни. Сегодня в Каире должно было быть подписано соглашение о так называемом гуманитарном прекращении огня, идея которого была впервые выдвинута генсеком ООН Пангимуном. Однако из Газа вновь были запущены несколько десятков ракет. Число погибших в ходе противостояния Израиля и боевиков из сектора Газы уже превысило 600 человек. Ракетные обстрелы еврейского государства не прекращаются. Несмотря на заявление о перемирии, экстремисты дали залпы в сторону Бэйр-Шевы и Аш-Дода. Большинство ракет были сбиты железным куполом. Израиль отвечает бомбардировками из сектора Газы. Власти страны сообщают, с начала наземной операции в палестинском анклаве интенсивность ракетных обстрелов ощутимо сократилась. И Цахал намерет довести дело до конца. «Мы должны защитить себя. Мы стараемся делать это с минимальным применением силы. Стараемся обходиться точечными ударами по военным целям. Но мы будем действовать, чтобы защитить себя. Мы готовы прекратить огонь. В этом направлении, думаю, наиболее важной и действенной является египетская инициатива, поддержанная Лигой Арабских Государств и ООН. Если Хамас хочет закончить это противостояние, он должен поддержать эту инициативу». Госсекретарь США Джон Керри на этом фоне провел переговоры с генеральным секретарем ООН Пан Гимуном в попытке согласовать условия прекращения огня. По итогам встречи в Каире глава американского Госдепа сообщил, что Вашингтон выделит 47 миллионов долларов на гуманитарную помощь жителям сектора Газы. «Мы крайне озабочены последствиями вполне понятных и легитимных действий Израиля, потому что он имеет право защищать себя. Но всегда в таких конфликтах мы беспокоимся о мирных жителях, детях, женщинах, которые оказываются в них вовлечены. И теперь мы должны понять, как надо ответить на эти очень важные вопросы». «Я всецело разделяю страдания палестинцев, особенно жителей сектора Газы. В то же время я в полной мере признаю законное право Израиля на защиту страны и своих граждан. Израиль должен иметь возможность жить в мире и безопасности. Я прошу Хамас немедленно прекратить ракетные обстрелы. Я понимаю, почему израильтяне дают военный ответ, но и он должен быть пропорциональным. Большинство жертв – мирные палестинцы, поэтому нам, в первую очередь, следует направить свои усилия на прекращение насилия». Совет Безопасности ООН уже обнародовал призыв к немедленному прекращению боевых действий, однако воздержался от принятия жесткой резолюции, подготовленной арабскими странами. Среди явных противников действий еврейского государства и премьер-министр Турции. «Мы объявили трехдневный национальный траур из-за резни в Палестине. Мы считаем тех людей, которые были убиты там, нашими братьями и сестрами. Это наша позиция. Если мы промолчим, это будет потеря не только для сектора газы, но и ударом по независимости Турции». Тем временем попытки Египта выступить посредником между представителями противоборствующих сторон пока ни к чему не привели. Возможно, одно из препятствий в том, что власти крупнейшей страны арабского мира во главе с президентом Ассиси предпочитают вести переговоры не с представителями Хамаса напрямую, а с более умеренным руководством палестинской автономии, который с недавних пор находится в формальном союзе с радикальным исламистским движением, контролирующим сектор газы. Более 50 офицеров полиции задержаны в Турции в рамках борьбы со шпионажем. Арестованным вменяется в вину организация незаконной прослушки «Подлог». Полицейские занимались расследованием коррупционных дел, подозреваемыми по которым проходят люди из ближнего круга премьер-министра Джапа Таипа Эрдогана. Как полагают политологи, массовая чистка полиции – еще один шаг в борьбе Эрдогана с его бывшим союзником Фетхулахом Гюленом. Сотни юристов и полицейские, которые предположительно симпатизируют Гюлену, лишили своих должностей за последние месяцы. И к новостям с востока Украины. Поезд с телами пассажиров, потерпевшего крушение малазийского «Боинга» прибыл в Харьков, а власти самопровозглашенной Донецкой Народной Республики наконец передали два бортовых самописца экспертам из Малайзии с условием предоставления доступа к ним специалистам Международной организации гражданской авиации. Это произошло после того, как Совбез, он единогласно принял резолюцию, в которой призвал привлечь к ответственности виновных в авиакатастрофе, прекратить военные действия в зоне крушения самолета и обеспечить безопасный доступ международных экспертов на место падения лайнера. Вот эти черные ящики. Черные ящики у специалистов. Пророссийские сепаратисты из самопровозглашенной Донецкой Народной Республики передали малазийским экспертам бортовые самописцы злополучного «Боинга», потерпевшего крушения на востоке Украины. Несколько раз откладывавшаяся без объяснения причин встречи состоялась после полуночи в присутствии журналистов. Передавая аппараты малазийской делегации, лидер донецких сепаратистов Александр Бородай произнес речь, в которой возложил ответственность за крушение самолета на киевские власти. Представителя Малайзии сдержанно поблагодарили за сотрудничество. Я выражаю искреннюю признательность его высокопревосходительству Александру Бородаю за выполнение нашей просьбы о передаче нам черных ящиков, являющихся собственностью Малайзии. Передача состоялась спустя несколько часов после того, как Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию с требованием немедленно предоставить международным организациям доступ к месту падения самолета. Резолюция, проект которой был подготовлен Австралией, потерявшая в результате крушения малазийского Боинга 28 своих граждан, призывает все вооруженные группы прекратить действия, которые могут навредить работе следователей на месте катастрофы. В документе, который поддержала и Москва, говорится также, что виновные должны быть призваны к ответу, а все государства поддержать усилия по установлению истины. При этом постпред России в ООН Виталий Чуркин обвинил Киев в эксплуатации темы трагедии для оправдания военных действий на востоке Украины. Тем более, недопустимо то, что мы наблюдаем сейчас. Киев, похоже, пытается использовать шок, который испытывает мировое сообщество от гибели малайского авиалайнера для наращивания своей карательной операции на востоке страны. Неизбирательным артиллерийским и авиаударом подвергаются города, десятками гибнут их мирные жители. Хотелось бы спросить у тех членов Совета, которые уверяли нас в этом зале, что Киев будет проявлять сдержанность. Что за странный смысл вы вкладываете в это слово? Между тем, представитель Госдепартамента США Марий Харф уже заявила, что американское внешнеполитическое ведомство не собирается отвечать на вопросы российской страны касательно крушения Боинга 777 под Донецком. Кроме того, она обвинила российские власти в пропаганде и дезинформации, отметив, что верить Москве не следует. По словам Марии Харф, существуют веские доказательства того, что зенитно-ракетный комплекс находился на подконтрольной сепаратистам территории. При этом представитель Госдепа заверила, что точка зрения Вашингтона основывается не только на информации, полученной из соцсетей. Однако неопровержимые американские разведданные не могут быть обнародованы, заявила Харф. Во всяком случае, пока. Прямой военной угрозы, суверенитету и территориальной целостности России нет. Но на приближение НАТО к российской границе Москва ответит адекватно и соразмерно. Это заявление президента Владимира Путина, которое он сделал на сегодняшнем заседании Совета безопасности страны. Глава Кремля пообещал не оставить без внимания не только расширение НАТО, но и развертывание системы Европро, а также наращивание запасов стратегического высокоточного оружия. Путин назвал недопустимыми попытки некоторых государств использовать свои внутренние проблемы в разных регионах для поддержки госпереворотов. Российский президент выразил надежду, что во внутренние дела его страны вмешиваться никто не будет, а ее национальные интересы постараются учитывать. Нам часто говорят, что система ПРО – это оборонительная система. Ничего подобного. Это наступательная система. Это часть наступательной оборонной системы в Соединенных Штатах, вынесенной на периферию. Что бы ни говорили наши зарубежные коллеги, мы хорошо видим, что происходит на деле. Фактически группировка войск НАТО на территории восточноевропейских государств демонстративно усиливается, в том числе в акваториях Черного и Балтийского моря, растет масштаб и интенсивность оперативной и боевой подготовки. В этой связи необходимо полностью и в срок реализовывать все запланированные меры по укреплению обороноспособности страны. Заявления Владимира Путина прозвучали на фоне эскалации напряженности в отношениях между Россией и Западом. Теперь их омрачает не только украинский кризис, но и трагедия в небе над Донбассом. Москва возлагает вину за катастрофу Боинга-777 на Киев. Украина, в свою очередь, говорит о прямой или косвенной причастности к рушению России. При этом Путин пообещал, что будет сделано все возможное, цитирую, для полноценного, всестороннего, глубокого и транспарентного расследования. И для этого российские власти даже постараются повлиять на донбасских ополченцев. Нас призывают оказать воздействие на ополчение Юго-Востока. Все, что в наших силах, повторяю, мы, конечно, будем делать, но этого совершенно недостаточно. Вчера, когда ополченцы передавали так называемые черные ящики, вооруженные силы Украины устроили танковую атаку на город Донецк. Евросоюз тем временем согласовал расширенный пакет санкций против России. Список лиц, попавших под ограничения, будет предоставлен в Комитет постоянных представителей ЕС в четверг, сообщил министр иностранных дел Нидерландов Франц Тиммерманс. Кто именно войдет в новый список, он не уточнил. Санкции также коснутся и целых секторов российской экономики – оборонного, энергетического и финансового. Министры иностранных дел стран Евросоюза собрались в Брюсселе, чтобы обсудить следующие шаги в отношении России в связи с ситуацией в Украине, где на прошлой неделе рухнул малазийский «Боинг». В настоящее время Евросоюз воздерживался от введения так называемых санкций третьей волны, затрагивающих целые сектора российской экономики. Это были главные новости сегодняшнего дня, о которых мы успели вам рассказать. В студии работал Владимир Унанянц. Я прощаюсь с вами до завтра. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин